Это утро в Петербурге и вас приветствует Николай Растворцев, Марьяна Дьякова. Мы продолжаем. В последнее время дети все чаще надевают маски и, копируя поведение животных, выходят на улицу на четвереньках. Некоторые даже уже внесли в свой рацион корм для собак и кошек. Такое новое явление называется квадробинг или квадробика. Чем оно опасно для подрастающего поколения, обсудим с психологом Владиславой Шалапановой. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Всем нам в детстве говорят, покажи, как лает собачка, покажи, как мюзкает кошечка. Но вот в более старшем возрасте дети становятся по факту уже собаками, кошками, надевают маски, как правильно Марьяна сказала, бегают на четвереньках, там, собственно, на улицах, в открытых пространствах. Это обычная шалость, на ваш профессиональный взгляд, или это повод задуматься? Ну, квадробика – это именно подражание движениям животных, то есть это начиналось вообще как спорт, а квадробинг, как я понимаю, это уже непосредственно такое включение в поведенческие какие-то паттерны животных. И если говорить, обычно это шалость, или же это уже что-то выходящее за рамки, мне хотелось бы рассматривать это явление как неизолированное. Допустим, если мы сравним с какой-то другой игрой, например, когда мы в детстве играли в вышибалы, если мы кидаем мячик в тех, кто стоит у стенки, попадаем в них, то все в порядке. Если мы с этим же мячиком разворачиваемся и начинаем его кидать в прохожих, то, соответственно, наше поведение уже начинает выходить за рамки какой-то нормы. И здесь я бы тоже говорила про то, что если это некоторое сообщество детей, которое договорилось, что они так себя ведут от какого-то момента до какого-то момента, то есть это какая-то субкультура. Но если это выходит за рамки, начинает мешать прохожим, пугает родителей, они приходят в этом виде в школу или делают что-то, что опасно для их здоровья, то тогда мы уже говорим, конечно, про то, что идет переход за рамки. И вот этот переход за рамки, если он начинает происходить, как реагировать родителям, как реагировать окружающим? Вот если, например, ты просто сталкиваешься с этим на улице, ну, в первую очередь, конечно, что должны делать родители? Ну, во-первых, что должны делать родители? Поговорить с ребенком, сказать про то, что, слушай, ну, как бы это не совсем нормально, да? Есть родители, которые идут дальше, они говорят, слушай, давай мы все-таки решим, ты мой сын или дочь, или ты все-таки кот? Если ты кот, значит, ты спишь на коврике, ешь из миски и так далее. Так, а может быть, он и хочет это делать. Так, а если ты все-таки человек, то давай как-то вот разграничивать. То есть здесь родители иногда таким образом идут, но здесь действительно нужно показывать какую-то вот такую грань. И второй момент, это, ну, всегда хочется заглянуть в причину, а что, собственно, происходит, а почему дети начинают это делать. Просто модно вам, дети, что это все снимают, выкладывают, модно, весело. Да, то есть это некоторая такая субкультура подростковая, где, опять же, ребята ищут какую-то такую свою стаю, свой способ самовыражения, свои какие-то нормы и правила, да, и так далее. То есть если все-таки ребенок не слышит, не видит, где нужно уже снять маску и стать человеком, бросается на прохожих и так далее, разговоры не помогают, то тогда уже, наверное, искать более глубокие причины, идти к специалисту. А чем опасно копирование? Вот одно дело, вы правильно говорите, если он чуть-чуть поиграл. Но ведь они пойдут дальше, кто-то уже начинает есть корм, кто-то, я не знаю, еще будку себе построит во дворе, скажет. Или на том же самом коврике скажет, а я и буду спать на коврике. Да, я мечтал об этом всю жизнь. Ну, это расстройство адаптации. Получается, по факту мы получаем с вами расстройство адаптации к социуму. То есть, ну, а как ты будешь выполнять обычные человеческие вещи? Так вот, скажите, я не хочу, я скажу, пойдет и... Мяу-мяу. На бой вам. Да, ну тогда уже, соответственно, мы идем сначала к психологу, если вдруг это не помогает. То есть, почему? Потому что это может быть демонстративное поведение. То есть, вот вы хотите, чтобы я ввел себя по-человечески, а я не буду. Да. Подростки иногда делают. Вызов. Это может быть вызовом. Это может быть такой немножко потерей идентичности. У одной из ключевых тем подросткового взросления, это ответ на вопрос, кто я. Очень непростая такая тема. А тут можно вот присоединиться и, собственно, чувствовать себя... Не понять, что ты собака. Да. На каком этапе родителям нужно бить тревогу? Потому что если просто, например, ребенок приобрел какую-то маску, периодически с друзьями надевает ее, периодически мяукает, гавкает, но не выходит за рамки, не ест корм, не спит у двери и... И за палкой не бегает. Не бегает. И четверенько. Не бегает. Вот позволять это или как только малейшие признаки квадробинга начались в семье, надо сразу поставить какую-то, ну, попытаться поставить границу, сказать, давай лучше, может быть, не знаю, там мы в кино, в театр, на площадку, пойдем мяч погоняем с тобой вместе, а вот этого лучше не надо. А туда собак с кошками не пускают. Не пускают, да. Да, а туда собак с кошками не пускают. Это хорошая история. Но на самом деле, помимо вот этих вещей, опять же, если человек начинает, не знаю, прыгать с дерева на прохожих или царапать каких-то других детей, то тогда точно нет. То есть если причиняется вред себе или другим, точно пора что-то делать. Но если вдруг пока этого нет, то я бы в первую очередь разговаривала, что тебя в этом привлекает, а почему для тебя это так здорово, а что ты чувствуешь, когда ты надеваешь эту маску. А думаете, они так думают, простите за тавтологию, глубоко? Может быть, они сказали, да просто весело, снимаем ролики, мы вообще ничего не вкладываем в эти движения, это новое мнение. Да я думаю, что такой ответ и будет. А вот какую альтернативу может предложить родитель в этот момент? Или наоборот, прости, Марьян, клин клинам. Ну то есть приходит ребенок домой, мама кошка, папа собака, и вся семья на четвереньках ест корм, собственно, на кухне. Я думаю, что это перебор, да, потому что мы должны оставаться в родительской позиции и должны оставаться в каком-то таком адекватном состоянии. Можно пробовать переключать, если у ребенка есть хобби, если у ребенка есть увлечение, если он готов идти на семейный какой-то досуг. Но если это просто весело и хочется снимать, то это очередная принадлежность к молодежной такой субкультуре. У нас их уже много было, да. Поэтому если просто весело, мы пошли снимать ролик, никаких при этом нападений на прохожих, поедания корма или травы или еще чего-то, ну хорошо. То есть ты тогда приходишь домой, разоблачаешься и становишься человеком. Да, и становишься моим, пожалуйста, любимым ребенком, а не пушистым домашним животным. Владислав, спасибо за этот разговор и за серию полезных ответов на острый вопрос.